Праздничные гуляния и концертная программа в День единства народов Дагестана в этом году проходит в самом древнем городе России, Дербенте. Праздник выдался особенно запоминающимся, ведь развлекательная программа длилась в течение целого дня. На мероприятиях побывал и наш корреспондент Умай Ибрагимова. Ей слово. Национальные песни, танцы, народные промыслы. В Дербенте отметили День народного единства. Этот праздник сплотил всех дагестанцев, ведь здесь собрались представители разных национальностей и народностей. Люди очень прекрасные, город шикарный, мне очень здесь понравилось. Вот видите, как подготовились к празднику. Этот праздник для всех, ну то, что он не только для одних национальностей, а для всех. Очень хороший праздник, мне понравился он тем, что люди все туда пришли. Старинные кувшины, старинные вот эти хурджины, ну сотканные ковровые изделия, очень молодцы. Тоже была замечательная атмосфера. Я надеюсь, что Юберей Махачкале пройдет так же замечательно, как в Дербенте. Дербент отмечает не только День народного единства, но и окончание юбилея города. Поэтому почетным гостем на праздничных мероприятиях стал глава республики Рамазан Аблатипов. Он по достоинству оценил изделия и работы мастеров и даже проверил на прочность некоторые из них. Что касается книг и альбомов с колоритной деревенской расцветкой, глава отметил, что любому книжному изданию необходимо достойное оформление. На главной площади Дербента также были представлены оружейные работы, сабли и шашки. Дауд Гаджиев-Индиев – один из тех, кто не только продает шашки, но и сам их кует. Занимаясь этим ремеслом около 30 лет, тем, кто интересуется, всегда рассказывает об одной из своих работ, которая, по его словам, один в один сделана по подобию старинной шашки. Детали сделаны из серебра. Все стандарты соблюдены, как были в старину наши предки, которые делали. Вообще воздерживаюсь работами, которые делали. Не отхожу от наших старых мастеров. Раньше были кремниевые ружья, стекали клинок, короче, сюда вставляли кремниевые ружья, стреляли. Говорят для красоты, ну разные, кто как говорит. А вот Мунажат Гасанова рассказывает гостям праздника о деталях дагестанских костюмов. Женщина руководит дизайн студии не первый год и не боится экспериментировать. Сделится, что с интересом принимает от своих сотрудников предложение касаемо национальных костюмов. Эта черкеска, она, конечно, очень красочная. Она не была присуща дагестанскому костюму, так как здесь вот это вот много орнаментов. Дагестанский костюм, он был более ацкетичный, он был более суровый. А над этим платьем дизайнеры Белошвейки трудились в течение года. Его особенность в том, что именно такое платье могло быть свадебным у всех народов Дагестана, потому что в нем присутствует кубачинский орнамент. Праздничные мероприятия продолжились в Дербенской крепости на Рынкала, после чего первые лица республики, приглашенные гости, отправились на торжественный ужин. Ума Ибрагимов, Гелач Курбаналиев, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Дербент.